Подмосковье, начиная с пятницы 29 мая, снимают запрет на посещение парков. Начинают частично работать МФЦ для физических лиц и детские сады, а также некрупные непродовольственные магазины. Об этом накануне сообщил губернатор Андрей Воробьев. Во-первых, мы открываем парки. У нас в каждом городе есть парк или зеленая зона для прогулок, для отдыха. Ограничений по времени не будет. Но мы оставляем за собой право следить за тем, чтобы все были в масках. Гулять можно, на велосипеде ездить тоже, но детские спортивные площадки пока не откроем. Что касается МФЦ, то работа центра будет направлена на предоставление услуг для физических лиц, которые невозможно получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт или зарегистрировать собственность на квартиру. Но просьба все, что возможно, делать онлайн. Те, кто разбираются в этом, лучше помогите близким. В Подмосковье уже открылись тысячи строительных и промышленных предприятий. Многие жители региона вновь пошли на работу. Однако детские сады по-прежнему закрыты. И родителям не с кем оставить детей. По словам губернатора, жалобы на неудобства все чаще приходят от жителей региона. Поэтому дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах в два раза. Сейчас 1300 будет 2,5. Но полностью открыть детские сады не можем. Опасно. Поэтому двигаемся поэтапно. Непродовольственные магазины снова начнут работу. Но только площадью не более 400 метров и обязательно с отдельным входом. Исключение – крупнейшие строительные гипермаркеты. Это связано с началом сезона стройка и ремонтов, ответил губернатор. А вот что касается сферы услуг и торговых центров, то они все еще будут закрыты. Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские тоже не открываем. Кто-то сказал, красота требует жертв. Нам они точно не нужны. Надеемся это сделать позже. Все остальные ограничения в Подмосковье предварительно продолжат действовать до 14 июня. На сегодняшний день, по словам губернатора, ситуация по заболеваемости коронавирусным стабилизировалась. В регионе проводят почти 14 тысяч тестов в сутки. В семь раз больше, чем в марте. В больницах размещены 15,5 тысяч коек. Почти 7 тысяч человек уже вылечились от коронавируса.